О женщине, которая спасла две с половиной тысячи младенцев. Она была номинирована на Нобелевскую премию, но, к сожалению, ее получили другие люди. Это видео не о том, что мир безнравственный. Это видео я записываю для того, чтобы показать весь героизм, который может в себя вместить человек. Не так давно, в возрасте 98 лет, умерла женщина, и звали ее Ирена Сандлер. Во время Второй мировой войны Ирена Сандлер получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника-сварщика. У нее были на то скрытые мотивы. Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовика у нее был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять. Когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто, солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а ее лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирен удалось вынести 2500 младенцев. Ее поймали. Нацисты избивали ее, сломали ей ноги и руки. Ирена вела запись всех вынесенных ею детей. И хранила она этот список в стеклянной банке, который был зарыт под деревом на заднем дворе. После войны она попыталась найти всех выживших родителей, чтобы воссоединить семьи. Но она узнала, что большинство из них окончило свою жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были усыновлены или отправлены в детские дома. Не так давно Ирена была номинирована на Нобелевскую премию мира. Но эту премию она не получила. И пускай это видео будет примером того, как Ирена действительно смогла это сделать, она не жалела себя, она не думала прежде всего о сохранении своей жизни. И я думаю, что об этом можно задуматься и принять на заметку, какие качества в себе надо воспитывать и для чего мы вообще живем, друзья. Я выражаю свое уважение польским матерям, которые приняли еврейских детей как своих родных, спасая каждый день их жизнь и каждый час. Они так любили детей, что по окончанию войны они отрывали от себя частичку себя. Так почитайте свои материалы.